С кем не знакомы, привет! Я работаю в Rayke последние 5 лет и сейчас я head of product growth. В целом давно в менеджменте продуктов и это мое седьмое выступление на Product Camp, если я не обсчитался. Сегодня будем говорить про soft skills. Что это такое и почему вообще я решил про это рассказать. Soft skills это такая сложная слабо классифицируемая штука. Это что-то среднее между особенностями характера, внутренними глубокими установками и ментальными моделями, практическими приемами. И зачастую не очень понятно, как это классифицировать. У каждого человека есть какой-то свой уровень, какая-то своя совокупность развитых навыков и это в итоге приводит к определенному результату в определенном контексте. Главное, в чем я убежден, это то, что soft skills на самом деле, если их системно развивать, положительно влияют на качество вашей жизни и на вашу карьеру. Поэтому это супер важная история. Я это всегда понимал для себя. И вот какое-то время назад я дошел до того, что попробовал найти какой-то системный подход, а как в принципе soft skills развивать. Ну вот так вот абстрактно. То есть я понимаю, у меня есть какие-то узкие места, вот мне нужно вот это вот развить. Что делать, да? Не нашел системного подхода, начал его разрабатывать сам. Сделал для себя классификацию, она доступна публично. Если что, я в конце там покажу, как ее достать. Начал собирать группу ребят, и мы вместе каждые две недели убираем какой-то skill и рефлексируем вместе, делаем упражнения. Вот. И какое-то текущее понимание вещей я хочу вам рассказать. Но это work in progress. Если что, мне это суперинтересно, я хочу это обсуждать, поэтому это скорее начало разговора. Тут такая большая табличка, которая иллюстрирует то, что на самом деле product-менеджерская профессия такая очень soft-скилловая. Вначале люди, когда приходят в профессию, они там очарованы всякими околохардовыми фреймворками, типа юнит-экономика, КСДФ. Вот делай так, получится результат, но быстро приходят к пониманию того, что на самом деле от того, насколько у вас развиты soft-скиллы, сильно зависят ваши результаты. Причем, чем выше вы забираетесь по организационной лестнице, чем больше у вас ответственности появляется, чем больше людей, на которых вам надо влиять, чем меньше у вас директивной возможности управлять этими людьми, они менее заинтересованы в ваших проектах и так далее, тем больше давления на soft-скиллы, которые у вас должны быть развиты. Это табличка в дальнейшем для ознакомления, просто чтобы проиллюстрировать мысль, вначале четкость и понятность, убедительность супер важны в профессии, в дальнейшем история про аналитическое мышление, принятие решений в условиях неопределенности становится важнее, потом вы становитесь менеджером менеджеров, и вам надо, во-первых, влиять на стейкхолдеров, уметь мягко на них влиять, понимать цели на уровне организации. Вам нужно уметь коучить людей, давать обратную связь и так далее. Это все навыки, которые просто так не приходят, их надо развивать. Развивать soft-скиллы сложно, потому что они завязаны на ваши внутренние убеждения глубокие, и меняться вообще очень сложно, поэтому это долго сложно. Но вот вам несколько важных мета-навыков в помощь, мы их только затронем, каждая из этих тем супер глубокая, я сейчас скорее хочу просто обратить на их внимание. Эти мета-навыки, на самом деле, способствуют тому, что другие навыки вы сможете развивать быстрее и лучше. Первый мета-навык — установка на рост или growth mindset по-человечески. Это убеждение, что через упорную работу можно поменять свои собственные личности, характеристики, свой характер, какие-то свои особенности. Также это убеждение, что любую ситуацию можно улучшить, если приложить достаточное количество усилий. Это совсем не значит, что нужно менять все подряд, изменения даются сложно. Это просто значит, что вы верите, что вы сможете повлиять на ситуацию, если вам нужно будет это сделать за счет упорной работы. И все, ну, так как мы тут все собрались на конференции, такие крутые продукт-менеджеры, наверняка у нас неплохо с growth mindset, но на самом деле каждый человек находится где-то между двумя крайностями. Одна крайность — это абсолютная установка на рост, другая — это установка на данность, когда вы на самом деле не верите, что вы можете поменяться и что окружение может поменяться. Чтобы проверить, куда вы ближе, туда или сюда, вот тут есть несколько характеристик. Например, если вы видите в успехах других людей угрозу для себя, испытываете какой-то негатив по этому поводу, то это скорее особенность установки на данность. И это можно обсудить с психотерапевтом. Если вы там избегаете или как-то тоже негативно относитесь к критической обратной связи, это тоже особенность установки на данность. Можно покопаться и понять, почему так. Второй метанавык — это осознанность. Это вообще первый навык, который нужен для того, чтобы менять свое поведение. Осознанность, ну, с моей точки зрения, это способность понимать факторы, которые влияют на ваше поведение. Вот. И тоже безумно глубокая тема. Тут просто несколько вопросов для рефлексии. Если вы на них можете легко ответить и уже думали об этом, тогда, наверное, у вас ок с осознанностью. Если вам сложно на них ответить, и вы что-то новое для себя нашли, крутое, отвечая на них, то вот добро пожаловать в прекрасный мир осознанности. Попробуйте еще. Вопросы такие. На стратегическом уровне какие тренды были у вашей жизни последние 2-3 года, почему они такие? Какие ценности влияют на ваши решения по жизни? На тактическом уровне, на локальном, вспомните последний раз, когда вы испытывали негативную эмоцию. Понимаете ли вы, почему вы испытывали эту негативную эмоцию? Или когда последний раз вы были недовольны своим поведением или какой-то своей реакцией, опять-таки понимаете ли вы, почему она была такой? Последний метанавык – это отношение к целям как к системам. Тут, к сожалению, нет у Вани заметен, но у него есть офигенный курс на эту тему, про то, как работает мозг, про психотерапию. Я его супер рекомендую, его проходил, мне очень понравилось. Там он как раз рассказывает детали про эту тему. Но если в двух словах, основной тезис – носили воле не выехать. Ваши убеждения, ваши привычки будут постоянно вас возвращать к текущему поведению. Меняться вообще сложно. Для того, чтобы системно меняться, нужно построить систему из рутина привычек и из такой совокупности внешней и внутренней мотивации, которая будет вас подталкивать к изменениям, подталкивать делать вещи, которые для вас новые, которые для вас страшно делать. Вот. И… Опа, что-то поменялось. Короче, что-то важно. Поехали дальше. Вот, наконец-то, дошли до системы. Допустим, я понимаю, что вот есть какие-то соцкиллы, которых мне не хватает. Что делать? Три элемента. Теория, рефлексия, практика. Все одинаково важны. Убираете один – не получится развиваться. Обсудим каждый из них детально. Зачем нужна теория? Что такое теория? Ну, теория – это какое-то описание, вот как на самом деле можно, как можно было бы. Которое есть в книжках, статьях, в каких-то курсах. И у других людей, у экспертов, с которыми можно пообщаться, узнать, посмотреть, как они делают. Это суперважно, потому что вы сами на опте, там, ну, возможно, и не дойдете до каких-то опций. Теория дает вам, по сути, опции и делает, ну, позволяет вам, если вы их задоптите, более гибко реагировать на разные жизненные ситуации. Как работать с теорией? Для меня первое правило – это декомпозировать ее на какие-то более actionable навыки. Например, коммуникация – это слишком абстрактно. Что делать с коммуникацией? Мне не хватает коммуникации, непонятно. Зато есть такие более actionable базовые навыки, на которых раскладывается базовая коммуникация. Например, способность находить общее в коммуникации с человеком – это суперважный навык для того, чтобы, в принципе, какие-то социальные связи появлялись. Способность помочь человеку почувствовать свою важность, в смысле, не ваша важность этого человека. Это очень важный навык, чтобы нравиться людям окружающим. Способность помочь человеку опуститься на уровень глубокой коммуникации – это суперважный навык для того, чтобы дружеские связи появлялись. И у каждого из этих навыков есть куча деталей, принципов практик, убеждений, над которыми вы можете долго рефлексировать. Дошли до уровня более практических навыков. Что делать дальше? Их можно разбирать на какие-то теоретические тезисы, убеждения, которые связаны с ними и сравнивать со своими убеждениями, приемы, вопросы рефлексии и упражнения. В принципе, какую такую систему я пытаюсь сейчас построить, и в конце я дам на нее ссылку. Второй элемент системы развития скиллов – рефлексия. Суперважно. Я вот долгое время, ну, какое-то время назад у меня этого совсем не было, и это была большая проблема, я это осознал относительно недавно. Я был суперфанат теории, то есть я много читал, я постоянно был в сфокусированном состоянии, и когда я такой выходил из этого состояния, шел куда-нибудь в зал, гулял и так далее, я все равно затыкал наушники в уши и слушал аудиокниги и подкасты. Это не очень работает. Если вы не будете рефлексировать, переваривать эту всю теорию, пропускать ее через себя, то она не станет частью вас. Мне кажется, даже в каких-то даосских практиках есть вот такая история про типа болезнь. Если вы слишком много поглощаете теории, но не рефлексируете, то вы сможете стать лучше только в следующей жизни, потому что у вас включается такой типа фильтр. Каждый раз, как вы оказываетесь в ситуации, где вы можете что-то узнать или попробовать узнать лучше, у вас включается фильтр типа «я это уже знаю». На самом деле нет, потому что вы не рефлексировали, вы не знаете глубину этого предмета. Есть клевый тезис из этой книжки «Думай, как математик» Барбара Окли. У нее есть курс «Learning how to learn на Курсере», где она тоже рассказывает про это рассеянное сфокусированное состояние. Тезис такой, сфокусированное состояние. Вы обычно используете какие-то паттерны мышления, которые вам знакомы, и достигаете конкретного результата, которого вы хотите достичь. При этом вы тратите достаточно много энергии. Периодически надо уходить в рассеянное состояние. В рассеянном состоянии нет гарантированного результата. Там как раз появляются новые нейронные связи, там появляются инсайты на основе той информации, которую вы погласили в сфокусированном состоянии. Для того, чтобы рефлексировать успешно, нужно переходить периодически в рассеянное состояние. Принцип такой. Для того, чтобы туда попасть, нужно какой-то моторикой позаниматься. Например, пойти погулять, принять душ, помыть посуду, позаниматься в зале и желательно не отвлекаться на какую-то теорию и то, что вы можете слушать книги одновременно. Есть много способов рефлексировать на самом деле. Это один из них. Можно рефлексировать самостоятельно, можно рефлексировать с кем-то. Это все способы, которые я перепробовал, и они кажутся по-своему одинаково клевые. Про рассеянное состояние я только что рассказал. Второй пример – это практика осознанности, как это работает. У меня есть привычка. Например, я чувствую, что сейчас какая-то фигня произошла, чувствую негативную эмоцию, откатываюсь назад и думаю, а почему, что ее вызвало. Это практика осознанности. Третий пример – регулярно возвращаться к целям и оценивать результат. Если у вас есть рутина, например, раз в месяц или раз в неделю пройтись по планам, подумать, а то ли вы делаете, почему вы это делаете, что на самом деле надо делать, это тоже классный прием для рефлексии. И это можно сделать рутиной, добавив это в календарь, и возвращаться к этому периодически. Вдумчивое чтение. Когда вы читаете и останавливаетесь, и думаете о том, как тезисы из книжки можно применить в вашей жизни, согласны мы с ними или нет, и что у вас отзывается или нет. Рефлексировать можно с другими людьми. Это очень эффективно. Во-первых, с экспертом. Психотерапевт вообще the best. Мне кажется, это гигиена в нашей профессии. Обязательно зайдите на разные сервисы, поиск психотерапевтов, выберите себе, попробуйте, если вы еще не пробовали. Для меня это работает так, в течение недели я… Ну, у меня обычно есть какой-то фокус, навык, который у меня сейчас в фокусе. В течение недели я обращаю внимание на свои какие-то факапы, на вещи, которые меня беспокоят в рамках этого навыка. В конце недели я общаюсь с психотерапевтом и обсуждаю эти вещи. И обычно всплывают какие-то инсайты, о которых я бы ни за что сам не догадался, просто потому что у меня стоит какой-то фильтр, психотерапевт помогает на них обратить внимание. С коучем я немного работал, пока не зашло. Надеюсь, еще будет такой опыт. Менторство – это круто. И есть еще вариант обсуждать вещи в группе. И в группе это тоже клевый формат рефлексии, потому что вам, во-первых, надо сформулировать свои мысли, чтобы передать их другим людям, во-вторых, получать обратную связь, какие-то инсайты от других людей, это раскрывает тему. Окей, последняя часть системы – практика, упражнения. И здесь есть следующий тезис. Существует performance zone и learning zone. Про это классно рассказывает чувак, по ссылке есть TED Talk. В чем суть этих зон? Performance zone – это какая-то ваша деятельность, где высокая стоимость ошибки. И поэтому вам там сложно экспериментировать, и поэтому вы там боитесь на самом деле совершать ошибки. Там вы используете навыки, которые у вас уже развиты, и если вы доходите до какого-то границы, где у вас навыков уже не хватает, вы начинаете стрессовать, и жизнь ваша становится не очень приятной. Ну, это какие-то ключевые рабочие проекты, от которых зависит ваша карьера, например. Есть learning zone. И тут надо оговориться, что для того, чтобы развивать какие-то навыки и приобретать новые навыки, обязательно надо совершать ошибки. Без этого никак. Поэтому важно иметь какую-то среду, в которой ошибки вы совершать можете безболезненно и не бояться экспериментировать. И learning zone – это обычно какая-то искусственно созданная среда, в которой вы можете это делать. Это, например, какие-то сайт-проекты, это специальная рабочая группа, вот как у меня есть по софт-скиллам, где мы созваниваемся и делаем упражнения. Это могут быть какие-то там клубы, курсы, школы, кружки и так далее. Или там рутинный типа рандом кофе, если у вас есть кинцов-скиллы, которые вы с помощью этого тоже развиваете. Вот. И еще несколько тезисов про практику из этих двух книг. Они достаточно скучные. В общем-то, основные тезисы я здесь перечислил. Вот. Первая называется «Работа как внутренняя игра». Вторая – «Passion paradox» или в русском переводе «Горину не сгорай». В общем, первый тезис такой – «Следи за мечом». Это ключевой принцип. Это метафора, которая означает примерно следующее. Первая книга вот этого чувака, Тимати Голови, была про теннис. Он тренер, он тренировал там теннисистов. И он обнаруживал такую интересную историю, практику, чтобы отключить внутреннего критика и вот прям сфокусироваться на мастерстве. Он рекомендовал теннисистам фокусироваться на каком-то аспекте их активности. Ну, например, следить за мечом, куда он летит, и просто забить на все остальное. И тогда у них классно получается избавиться от внутреннего критика и у них получается прям прокачивать мастерство от сессии к сессии. Вот. И, ну, в принципе, в рамках любой деятельности можно найти вот такой вот какой-то аспект, на котором вы можете фокусироваться. Задача найти его и сфокусироваться на нем. Не ожидайте мгновенных результатов. Их не будет. Развиваться сложно, долго. Другая неудача — это показатель роста. И их будет много, и это хорошо. Есть такое понятие из второй книги — установка на мастерство. И оно сравнивается с двумя другими установками. Установкой на результат и установкой от избегания проблем. Ребята, короче, приводят много доводов про то, что установка на результат и установка на избегание проблем на самом деле приводят к выгоранию. Более того, установка на избегание проблем еще и приводит к тому, что вам страшно экспериментировать. Установка на мастерство — это как раз, когда вы фокусируетесь на каком-то аспекте деятельности и сравниваете себя в рамках этого аспекта с собой же от дня к дню или от недели к неделе. Но главное, не с другими людьми, а вот именно смотрите за своим прогрессом. И это приносит удовольствие, это способствует уменьшению выгорания, и это способствует вашему развитию. И главное, если сложно, значит, делаешь то, что нужно. Значит, вот где-то здесь граница, надо перешагнуть, и дальше вы станете лучше. Мой психотерапевт все время это говорит. И такой, короче, резюме, слайд по всему, что я рассказал. Сорян, что много текста, мало картинок и нет анимации, но он, наверное, самый главный. Это алгоритм. Привет, у меня soft skill, что делать? В смысле, мне не хватает чего-то. Как начать, да? Алгоритм такой. Первый пункт. Ну, у вас должны быть, наверное, какие-то цели. Вот, вы понимаете, почему у вас есть, почему они для вас важны. В рамках этих целей есть какие-то навыки, которых вам не хватает для того, чтобы эффективно достигать этих целей. Вы их понимаете. Вот, выбираете самый слабый навык, который самый-самый bottleneck. Дальше. Разбиваете его на составляющие. Выбираете, ну, делите его на какие-то более actionable навыки, как я показывал на примере. И снова выбираете самый-самый bottleneck из них. Дальше думаете, с помощью каких активностей можно сделать вот эту вот learning zone, в которой можно экспериментировать легко и не бояться риска. Да, это какие-то курсы, там, может быть, собрать какую-то группу, может быть, какой-то сайт-проект начать и так далее. Дальше думаете, какие рутины, какие привычки, какие коммитменты будут вас заставлять возвращаться к этому снова и снова. Пытаете их найти и тоже внедрить свою жизнь. После этого резко коммититесь на все это, начинаете это делать. Потому что сейчас у вас есть мотивация, а дальше ее не будет. Начнутся проблемы, и захочется слинять старую вашу модель поведения. И, в общем, лучше сейчас закоммититься, чтобы у вас был внешний коммитмент, вот эти вот все привычки и все такое. Дальше. Находите пространство для рефлексии. Это суперважно. Время, когда вы можете побыть собой или с группой, или с психотерапевтом, и обсудить это все, находите так его, чтобы оно было регулярно в вашей деятельности от недели к неделе. И через два месяца все это пересобираете. И повторяете снова каждые два месяца. Примерно так это работает. И тут еще хочется оговориться, я тут на вас вылил просто уйму контента уже сейчас. И навыков еще очень много. И тут легко в этом во всем потеряться и утонуть. Возьмите только то, что вам дает больше всего энергии, только то, что вам кажется сейчас максимально полезным, а все остальное отбросите. А потом повторите и возьмите что-то другое. Joy of missing out – это новый, лучше, чем fear of missing out. Вот, офигенный принцип. Все. У меня есть мой мега-маленький канал. Это QR-код. Сканируйте его и подпишитесь. Я выложу туда свою классификацию soft skill-off, если кто-то подпишется. В принципе, там можно поискать ссылку, она уже есть. И давайте общаться, пишите в Telegram. Тема мне очень интересна. Это пока начало. Я хочу делать разные штуки и, в общем, хочу делать это с кем-то. Спасибо. Спасибо, мне кажется. Мега-мега-маленький вопрос. Очень полезно. Был вопрос из зала, не зала, собственно говоря, из одного из каналов про книги, что выложим ли мы их, выложим презентацию, в презентации будут указаны книги. Я думаю, что не проблема их найти и купить. Так, вопрос, пожалуйста. Дима, спасибо за выступление. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришел? Расскажи про свой опыт, как ты развивался soft skill-y, возможно, психотерапевт, не психотерапевт, через какие практики, как ты вообще к этому пришел? Вопрос был, как я к этому всему пришел. В принципе, я повторяю на аудиторию. Чего еще? Какой будет, да. Я был вообще психованный, ненормальный чувак с синдромом самозванца, синдромом самозванца, и все еще таким остаюсь. И я думаю, что это поспособствовало, потому что я все время искал какие-то способы стать лучше. И, в принципе, это было полезно, потому что в продакт-менеджменте ты как бы всегда есть куда расти, вот, и тебе все время не хватает навыков, вот. И, ну, в определенный момент я начал сильно выгорать от всего этого, я начал еще какие-то подключать техники, в том числе психотерапевтов и там какие-то осознания, связанные с осознанностью вещи, чтобы поменьше выгорать. Но в итоге собралась какая-то масса практик, сейчас я пытаюсь ее систематизировать. Просто я понял, что есть потребность, у людей есть потребность, и, в принципе, у меня есть потребность, потому что я все еще вижу много зоны роста. Я просто сел и попробовал это систематизировать, пока получилось то, что получилось. Если это не систематизировано, тогда я не знаю, что такое систематизировано, В общем, мне кажется, просто разложено все по полочкам, все шаги просто бери и делай, инструкция к действию. Коллеги, есть еще у нас вопросы? Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Спасибо, Дим, за доклад большое. Мне очень понравилось, что ты, правда, сделал такой чек-лист, степ-бай-степ. Но у меня вот следующий вопрос. Вот просто, ну тоже личный, я достаточно тоже знаю много кейсов, практик, прочего-прочего. Но как это все внедрить в привычку, да? И как, например, ты начал путь, ты вот идешь там, делаешь там 5 дней, что-то там, 10 дней, потом хоп, у тебя там. Как поддерживать мотивацию, да, чтобы доводить себя до конца, и чтобы вот именно эти привычки становились для тебя, ну такой, частью твоей идеи или рутины, чтобы ты видел результаты. Поделись, пожалуйста. Блин, это вот, мне кажется, отдельный навык, как бы, как создавать привычки. Вот, еще один soft skill. Сейчас, я думаю, как бы это уложить. Я, кстати, не могу сказать, что я типа в этом мегаэксперт. Я думаю, что если пройтись по этому чек-листу, ты можешь что-то из этого взять, что тебе подойдет. Мне помогает следующее. Во-первых, у меня мотивация быстро заканчивается, на самом деле. Вот, и если пересматривать эту историю каждые хотя бы два месяца, то это способствует росту. То есть ты делаешь кидшаги в сторону того, что сейчас считаешь своим самым большим боттлнеком. Это раз. Вторая история – это, ну, внешне, вот, как я там рассказывал, ты можешь придумать для себя какой-то опыт, который тебя будет к этому возвращать. Вот. Я придумал для себя несколько таких вещей. Во-первых, я завел канал. Вот. И я там такое пытаюсь что-то писать. А чтобы писать, надо что-то думать про это там и пробовать. Во-вторых, я собрал группу. В рамках этой группы мы как раз коммитимся на определенный soft skill. И, ну, так как я собрал эту группу, у меня еще повышенная ответственность за то, чтобы там какая-то движуха происходила. Поэтому мне приходится туда контрибьютизть, я там организовываю звонки, и вот, короче, мы это обсуждаем, и тоже есть движение. В-третьих, ну, как, у меня есть рутинное занятие там с психотерапевтом, например. Я обозначил там перед своим руководителем какую-то свою зону роста текущую. Вот. И периодически мы к ней возвращаемся, и мне там надо что-то рассказать про то, что там сейчас меня волнует. Вот. То есть, ну, задача такая – придумать, какие рутины, какие внешние коммитменты будут тебя к этому возвращать. Вот. Да, да, да. Ну, можем еще поговорить, и я что-нибудь еще придумаю. Вот, после доклада. Ада. Спасибо большое за доклад. Хотел у тебя спросить. Вот смотри, у тебя есть вот определенный там процесс, определенные степс, которые там ты выделил, и штуки, на которые стоит смотреть. Ты в целом работаешь более-менее, ну, точнее, точно в международной компании. Вот как ты считаешь, вот с точки зрения, например, там, soft skills и того, там, не знаю, там, процесса или там вещей, на которые стоит обращать внимание, вот для тебя, если бы ты работал полностью только в международной компании, всегда работал на английском и так далее, вот что бы поменялось очень сильно? Ну, то есть в твоем же алгоритме и в твоих, там, ну, типа, степах, которые ты выделил? Или считаешь, что в целом это все более-менее универсально, никакой специфики нету и так далее? Если срезюмировать, то какие soft skills более важны в международном контексте, наверное, как так, да? Вот, или, ну, нет, мы про системный подход. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что, если честно, мне кажется, мне не хватает вот этого вот именно навыка сейчас работы в межкультурном аспекте. Возможно, потому что я достаточно близко к нему подобрался, и я вижу, как бы, свою зону некомпетенции. Мне иногда бывает сложно понять людей, там, из Штатов и так далее. Я пытаюсь над этим тоже работать, поэтому я не могу тут какой-то прям дать такой четкий ответ. Мне кажется, что все, примерно, то же самое. Ну, у меня, как бы, такая мета-система. То есть ты понимаешь, что, там, в рамках взаимодействия, например, с ребятами из Штатов, у тебя какие-то другие должны быть особенности твоего поведения, там, какие-то другие, ну, как-то по-другому характер свой управлять ты должен, чтобы работать с ними эффективно. Ты понимаешь, что это боттлнек, а дальше вопрос, как ты будешь его прорабатывать, да? И дальше все по системе. Я думаю, что как-то так. Ну, так я пытаюсь сейчас сделать. Спасибо, у нас есть еще... Что? Дима, спасибо за рассказ. Я хотел спросить про такую связку. Ты рассказал про такой личностный рост, как soft skills, часть его, и историю, с другой стороны, про невыгорание, потому что... С другой стороны, про невыгорание, потому что всегда, когда ты личностно растешь, там, в том числе soft skills, да, это история, в которую ты вкладываешь свою энергию, да, в которую ты вкладываешь, ты делаешь определенные коммитменты, вкладываешь в нее время, и она тоже отнимает какую-то твою энергию отчасти, да, и тоже, скорее всего, влияет на историю, там, про выгорание, ведь тем более у продакт-менеджеров всегда и так большая нагрузка, связанная с выгоранием. Может быть, что тебе помогало, вот, или сейчас помогает в таких историях, какой-то держать баланс, да, потому что, мне кажется, если слишком высокую планку поднять, ты еще и здесь выиграешь, еще и на работе выиграешь, и будет довольно тяжело и восстановиться, и дальше двигаться. Что тебе здесь помогает в этом балансе? Да, это еще один крутой аспект, на самом деле, очень важный. Так, к слову, есть клевые ребята, которые рассказывают про это, вот, типа Илья Мутовин, да, он будет вот выступать же на продакемпе, да, мне кажется, у него офигительный материал на эту тему, но про свой опыт могу рассказать. Я зачастую подхожу вот прям к границе, наверное, как и ты, вот, когда вот еще немножко, и уже будет выгорание. Тут главное, ну, во-первых, научиться чувствовать эту историю, и, во-вторых, уметь вовремя откатиться, если, как бы, у тебя уже зашкаливает. Вот, мне супер помогает, ну, практика возвращения к тому, а какие вещи мне дают энергию, какие отнимают, вот. И я стараюсь придумать практически на еженедельной основе, и добавлять вещей, которые мне дают энергию, на самом деле. И в рамках всей вот этой вот активности про то, сайт-проекты и развития я в основном ищу там чего-то, что будет давать энергию. Как так получается, что на работе много отнимают очень. Вот. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!